Светитель Тихон Задонский У нас действительно есть большие традиции празднования православных праздников в Луганском колледже строительства, экономики и права. Часовня Алексея Человека Божьего. И поэтому многие большие праздники празднуются там. К нам приходят священники, проводят службу. И сегодняшний праздник мы пришли в храм умиления, чтобы вместе с остальными православными отпраздновать его. Значит, молодежи, как и взрослым, нужна вера в Бога и ходить в храмы. Действительно нам нужно для того, чтобы наша душа была спокойной, мы могли жить дальше в мире и благополучии. Конечно, без этого нам нельзя, тем более в нашем таком непростом регионе, в котором мы живем, без веры в Бога нам нельзя. И тем более молодым. Мы об этом постоянно им говорим, о традициях православных, рассказываем, насколько это возможно нам. Ну, конечно, нам помогают наши священники. Они приходят и проводят воспитательные мероприятия, вместе с ними проводят. И где рассказывают о традициях православных и как нам нужно жить. Советуют, помогают. Ну и, конечно, без веры в Бога нам никуда. Ребята с интересом слушали и активно задавали вопросы, связанные с историей праздника и традициями православной веры. Во время экскурсии по храму участники мероприятия познакомились с внутренним убранством и устройством церкви посетили службу, проходившую в нижнем храме. Мы православная молодежь. Мы верим в Бога, ходим в храмы, празднуем божественные праздники и придерживаемся православных традиций. Да, из поколения в поколение передается по семье. Мы изучаем это. Нам объясняют взрослые, что нужно верить Богу, мы православные. Да, конечно, это все передается из поколения в поколение. Я своим детям тоже это передам. Какую роль сегодня играет вера в жизни человека? Помогает ли это обрести смысл жизни и сохранить традиционные ценности в мире полным перемен? Отец Александр рассказал, как понять основы православной веры и следовать своим убеждениям в жизни и приглашал ребят посещать храм не только в дни скорби и испытаний, а регулярно. Господь понимал, Бог знал о том, что среди в этом народе должен родиться Спаситель. История этого народа, праведный Симеон ожидал и ждал Спасителя, который родится в этом мире. И как нам сегодняшнее Священное Писание говорит о том, что Духом Святым ему было обещано, что он не увидит смерти, пока не увидит Спасителя. И по иудейскому обычаю на 40-й день после рождения, сегодня именно 40-й день от Рождества Христова, на 40-й день ребенок приносился к Богу, приносился к Богу, как приносился в храм в Иерусалимске, как дар. И еврейский народ понимал о том, что Богу принадлежит жизнь и смерть. И в память о освобождении из египетского плена, о том, что Господь таким дивным образом освободил свой еврейский народ, каждого первенца мужского пола, женщина, мать, в частности, Пресвятая Богородица наша, по традиции, по закону Моисеева, приносили в Иерусалимский храм. Мы надеемся, что такие встречи со студентами помогут молодому поколению разобраться в себе и ответить на главные вопросы, волнующие каждого из нас. Редактор субтитров А.Семкин